всем привет с канала пропала третья часть про мачете мне написали недавно в комментариях что мол типа где третья часть я смотрю и правда нету я не удалял куда-то пропала хрен знает поэтому сейчас делаем перезалив выложили моего в марте девятнадцатого года сейчас уже у нас конец 20 мачета в целом как бы ну нормальном состоянии я все это время им пользовался никаких нареканий нету вот единственный момент я появился ржавчина кое-какая я решил убрать ее с помощью специального средства намотал на лезвие пропитанную тряпку и оставил так на какое-то время потом прихожу и вот такая хрень ну и это не стирается это впиталось что ли какой-то коррозия какая-то пошла фиг знает в общем такой узор появился не суть этот видос будет интересен новым зрителям ну и алдам поностальгировать тоже не помешает приятного просмотра но о чем я и говорил эпоксидка уже схватилась если вы сейчас смотрите и думаете почему не сначала значит вы не смотрели предыдущие две части но вы понимаете к чему я веду и кстати во второй части я как-то вскользь упомянул что лента у нас на шлифовке уже лысая с ней мы дело не сделаем так что болгарку в руки и на мороз акцент на рукояти нужно убрать все лишнее и оставить тот диаметр который подходит именно моей ладони у нас есть ключ и штангенциркуль он и так в принципе аутентично выглядит что угловатый можно прям вообще слезать слезать от диска болгарки остались характерные грани сначала мы попытались слезать их простой наждачкой а только потом вспомнили пробормашинку шикарный инструмент который еще сыграет свою роль а пока с помощью насадки с той же самой наждачкой я хочу вырезать выемки под свои пальцы чтобы достичь так сказать максимальной синхронизации рукоятки с рукой когда все получилось рама хорошенечко ее полирнул и предложил обработать птиковым маслом рамочная замерзла она очень густая ну ой как пахнет заебада может мне напичку поставить а че толку напичка-то еле уже дует я думал что это поможет древесине придать влагоустойчивые свойства но это я так думал сейчас то она блестит и вся такая вкусная но попозже все это куда-то пропало и так по порядку на этих кадрах вы видите как я крашу подрамник для картины картину нарисовал если хотите чтобы я вам что-нибудь исполнил то обращайтесь группу там и остальные работы можно посмотреть в альбом как-то на стриме я пытался сварганить довольно высокую емкость для того чтобы затравить клинок в лимонной кислоте так ничего и не получилось потом такой еду на кухню и опа мамина ваза идеальная по высоте и вообще ну где-то грамм 100 я всадил лимонки на приблизительно 3 литра воды и начал ждать спустя сутки смотрим результат образовался черный налет его убираем помимо декоративного значения воронение стали защищает ее от коррозии честно сказать результат не очень устроил я закинул ее еще на сутки на следующий день договорились с рамой уже ну зафиналить крафт пора заточить и в бой ну я короче схватил ее из вазы а налет стереть поленился подумал что сделаю это в гараже а вот фигушки вся эта черная смола затвердела и превратилась в слой который хрен сотрешь в итоге чует мое сердце придется еще и третий раз клинок чернить по ходу без вариантов ладно в общем заточил раму клинок как следует следуя всем нормативам дабы закон не посчитал мачете за холодное оружие на этом собственно можно было бы остановиться на нет прокачиваем мачете до раритетного уровня на месте где должен был бы быть темляк я хочу повесить артефакт сделанный из рога но как он будет выглядеть и до последнего даже не предполагал да не притащил какую-то мощнейшую забугорную бормашинку чисто на тест ну и собственно что мешает нам сделать дело рог внутри полый поэтому отбиливаем самый кончик но дальше начинаем пробовать разные насадки это будет интересно вот даже ксюха заценилась в итоге у нас получился какой-то мизинец толстой женщины забавно решили так и оставить клинок наверно уже заебался оксидироваться я его понимаю обещаю это последний раз прости да вот это абсолютно непрактично я ничего не могу собой поделать рукояти по итогу еще раз прошкурил нулевкой и завощил церковными свечами из иерусалима я серьезно других под рукой тупо не было а вишенкой на торте станет прекраснейшая аппликация в виде совы у которой появилась идея дополним композицию белым акрил я не беспокоюсь что красочка сотрется у меня все портки в акриле и хоть бы что а стираю я штаны регулярно вот ну что тесте это конечно не топор но довольно крупный орешником справляется на раз-два средний костерок обслужить запасом плюс подкупает универсальность мачете ты продукты порезать сможешь и жерди для готовки заточить но повторяюсь это не топор деревья валите весьма потно кстати вот судите сами вот в ранении после небольшой эксплуатации я промолчу итог арсенал пополнен я доволен вот и закончилась трилогия про мачете и в честь этого я сейчас буду раздавать стикер паки все части этой истории я сконсолидировал в одном посту забирайте его себе на стеночку и делитесь с удовольствием по репостам определим кому достанутся наклейки точные условия в описании и кстати приглашаю вас на стрим 31 марта это мой день рождения пойдем в лес зажжем костер пою за им мачете ну и вообще думаю будет душевным всех жду на свете здравствуйте вас приветствует владимир путин путин согласно закону 1337 российской федерации ругаться в интернете матом запрещено поэтому мы можем узнать вашей бы приехать к вам так что помните мат это плохо мат плохо путин сказал что мат плохо пахнет немножко мочой и лимона фигасе рамы ты сделал